Панч Боб и Патрик Надо продолжать идти, Патрик Мы уже столько прошли У меня ноги болят У меня тоже Но как настоящие мужчины Мы должны потерпеть Может нам стоит зайти к этому парню? Что-то болит? Приходите к доктору Ливи Поверьте, вам станет легче У меня что-то болит Ну не знаю, Патрик Я побаиваюсь докторов Может он даст нам конфетку? Это хороший повод Привет, ребята Что тут происходит? Мы протестуем против несправедливого обращения И господства хиропрактики Что еще за хиропрактика? Хиропрактика это врачевание болезни позвоночника Мы не собираемся больше терпеть дискриминацию О, у меня нет позвоночника Я губка Так что я к вам присоединиться не могу Ты говоришь ерунду Все члены нашего сопротивления беспозвоночные О, ну тогда зачем вам хиропрактик? Ты не понимаешь Мы боремся за право лечиться у этого шарлатана хиропрактика Никто из нас не собирается у него лечиться Но мы хотим иметь право на это Патрик, это работа для двух настоящих мужчин Кальмара и мистера Крабса? Нет Для Наяды и Балануса? Нет Сдаюсь, сдаюсь Для нас с тобой, Патрик Наш долг помочь этим людям отстоять их права О, я только что вспомнил о чем-то очень важном О чем? Кажется, я оставил дома включенный утюг Итак, мы решили помочь вам прийти к соглашению Отведите меня к вашему лидеру Ха-ха, Мариус, ты только послушай этого желтого Он хочет видеть Октавио? Ха-ха-ха Ха-ха-ха, можно подумать Первый встречный может запросто увидеть Октавио Октавио? Да, он генералиссивус беспозвоночных К нему не так-то просто попасть Он занятой человек, ему некогда точить лясы А как насчет пороть Афинею и городить Околесицу? Не знаю, я его не спрашивал о личной жизни Так что же мне сделать, чтобы увидеть Октавио? Ты должен доказать, что серьезно настроен на борьбу Если сможешь принести нам что-нибудь в знак того, что этот докторишка предлагает мир, то мы все устроим Я берусь за дело Ладно, мне пора Виволя Революшн Привет, здоровяк Ты что-то хотел? Ты самая большая морская звезда, которую я когда-либо видел Да, это все мои гены Да уж, таких толстых ген я еще не видел Хе-хе-хе Хе-хе-хе Эх, хе-хе-хе Это просто тонкий юмор Не перегибай палку Ты знаешь, что тут происходит? Конечно знаю Я солдат революционной армии Я отстаиваю права беспозвоночных Вот прямо здесь стою и отстаиваю Это благородное дело Фу, раз вы тут протестуете, почему у вас нет плакатов, манифестов и всего такого? Я тоже так думаю Но наш лидер Октавио говорит, что лучше просто так тут стоять и выглядеть грозно Знаешь, у тебя это отлично получается Ладно, мне пора Виволя Революшн Эй, доктор принимает только по предварительной записи Я записан Нет, не записанный Только я записываю пациентов на прием Баланус Добрый день, мадам Чем могу быть полезна? Мне надо к доктору Хорошо Вы записаны на прием? Не совсем Он очень занятой человек Так, посмотрим Как вас зовут? Спанчбоб Сквэр Пенс Нет, серьезно Спанчбоб Сквэр Пенс За что вас так не взлюбили родители? Они меня любят А что? Я просто так спросила Какому виду вы принадлежите? Я губка Губка, да? Простите, мистер Спанчбоб Но доктор Луи хиропрактик? Да Ну, хиропрактики лечат болезни позвоночника Костей Ага Ну, как бы это сказать Вы беспозвоночный Да Поэтому у вас нет позвоночника Нет костей Как вы можете лечиться у хиропрактика Когда у вас нет костей? Эффективно лечиться Нет, простите Пока у вас нет позвоночника Вам нельзя к доктору Луи Баланус Вы в курсе, что перед зданием проходит акция протеста? Да, если два человека Это акция протеста Они расстроены, что доктор не хочет их лечить Он не хочет их лечить Он не может их лечить Вы меня хорошо поняли? Они беспозвоночные Это грубо говорит кому-либо, что он беспозвоночный Жизнь вообще штука суровая Я никак не могу попасть к доктору Луи Можешь Но только если у тебя будет позвоночник Или хотя бы одна косточка До свидания, мадам Прощайте Колючка морского ежа Это тоже костное образование Угадайте У кого есть косточка? Уж точно не у тебя Ты же губка Не угадали А что это? Э-э-э Это колючка морского ежа Точно Так что пропустите меня Я хочу видеть доктора Вы меня совершенно не поняли Патрик Разве эта девушка не говорила, что пропустит меня Если у меня будет хоть одна косточка? Говорила, говорила, я сам слышал А это, несомненно, костное образование В таком случае вам придется сдержать свое слово За такую нервную работу мне слишком мало платит Подождите Патрик, мы с тобой самые умные создания во всем подводном мире Ты ее видел? Она была в замечательстве Плохо быть глупой Эй, погоди Мы что, живем в подводном мире? Хорошо, доктор Луи вас примет Ура! Вот гадость Привет, док! Привет! Что тебя беспокоит? Я пришел, чтобы поговорить об акции протеста Там, перед входом Ах, об этом Да, эти ребята действуют мне на нервы А тот здоровяк даже пугает меня Он как-то подозрительно на меня смотрит Почему ты их не лечишь? Эй, да я бы рад им помочь Ну что ж я могу для них сделать, если они беспозвоночные Проблема в том, что они все воспринимают слишком близко к сердцу Особенно этот их лидер Я поговорил с участниками протеста Они сказали, что если я принесу им что-нибудь в знак мира Они помогут мне поговорить с Октавио Правда? Это здорово Что мне ему отнести? Эй, возьми мой стетоскоп Как думаешь, он подойдет? Может быть Спасибо Я принес это в знак того Что доктор предлагает мир Думаю, это подойдет Я скажу тебе пароль Чтобы личный охранник Октавио тебя пропустил Но этого мало Ты должен быть одет как революционер Поговори с моим другом Мариусом Он тебе поможет Ладно Так какой пароль? Пароль такой Никто не сломит нам хребет Потому что у нас его нет О, целая скороговорка, а не пароль Называй как хочешь Привет Ты еще подрос с тех пор, как мы виделись Ты меня утомил Твой приятель сказал У тебя есть лишняя черная революционная водолазка Есть Можешь взять ее Только она тебе будет велика Спасибо Ладно, мне пора Вива ля революшн Эй, Спанч Боб Да, Патрик Я лучше подожду тебя здесь Ладно, ладно, как скажешь Жди здесь Я скоро Эй, Спанч Боб Да, Патрик Я лучше подожду тебя здесь Ладно, ладно, как скажешь Жди здесь, я скоро Привет Что ты тут делаешь? Я кое-что ищу Что ты ищешь? Мои носки Я забыл снять носки Прежде чем искупаться в источнике Они сползли, пока я там плавал И теперь я не могу их найти Может я смогу помочь тебе их найти? Не, не стоит Понимаешь, они наверняка сильно сели в горячей воде Зачем мне носки, если я в них все равно не влезу? О, мне очень жаль Да ладно Это ж просто носки Я ж не шляпу потерял Верно Ну, удачи тебе Спасибо Водолазка села в горячей воде Теперь она мне в самый раз Привет, продавец Привет Интересный у тебя тут магазинчик Да, он приносит доход А вы тут газировкой случайно не торгуете? Нет, у нас тут только консервированная еда О, консервы? Я люблю консервы Отведи меня к главному Я знаю пароль Какой пароль? Никто не сломит нам хребет Потому что у нас его нет Правильно Но я все равно не могу тебя пропустить Пока ты не экипирован Октавия очень придирчив к таким вещам Возвращайся, когда будешь одеться ответственно У вас продается эта спецодежда? Нет, не продается Мы же не хотим, чтобы все в ней ходили Мы тогда не отличим врагов от друзей А может все-таки впустишь меня? Я не могу тебя пропустить, пока ты не одет соответственно Вот досада Ну, мне пора Рад был побеседовать Ладно Водолазка села в горячей воде Теперь она моего размера И снова привет, продавец Да Отведи меня к лидеру Я знаю пароль И одет соответственно Назови пароль Никто не сломит нам хребет Потому что у нас его нет Правильно Виволя Революшн Октавия в комнате вниз по лестнице Спасибо Ура! Сработало! Октавио! Наконец-то мы встретились Несомненно А к тебе нелегко попасть Октавио должен защищать себя Многие хотели бы причинить вред Октавио Ты не из тех, кто может предать Октавио, не так ли? Нет, Спанч Боб не предаст Октавио Спанч Боб клянется Октавио верит тебе Ну, Октавио, расскажи о себе Если бы наше движение было живым организмом Я был бы его мозгом Жак и Мариус легкими А Вальо Тот, что наверху, был бы сердцем А кто был бы костяком? Никто Нам не нужен костяк Костяк это костыли А костыли нам не нужны Мне нравится эта комната Знаешь почему? Потому что в этом полумраке Глубоко внутри зарождается гнев Потому что в твоем сердце спит зверь Которого разбудит запах несправедливости Запах, который не забьешь никаким одеколоном Даже тем, что стоит по 5 долларов Да нет Просто здесь есть лестница А лестницы это здорово Октавио скорбит о юности Но твой ответ мне тоже понравился Спанч Боб принес прошение доктора Луи О заключении мира Он готов предложить вам свои услуги Сейчас он не может даже покинуть свою приемную Боится Мариуса Хе-хе-хе Есть чего бояться Значит доктор Луи согласился Лечить беспозвоночных Да И он передал вам этот стетоскоп В знак своих мирных намерений Стетоскоп? Да Эээ Да Доктор Луи предложил своему противнику Октавио стетоскоп? Да Но Это замечательно Это как воин Который отдает свой трезубец Октавио недооценивал доктора Луи Мне срочно надо с ним поговорить О От тебя желтый Октавио приносит свою глубокую благодарность Если бы не ты неизвестно Чем бы все это обернулось Эй Эээ Спанч Боб Всегда рад помочь Благодарю тебя Я сейчас же отправлюсь к великому целителю Вива ля революшн Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»